В шоколаде по-швейцарски запорожские правоохранители задержали группу мошенников, которыми руководил гражданин страны банковских учреждений и горнолыжных курортов. Вместе со своими подельниками он успел завладеть четырьмя миллионами евро. Жертва – австриец, воспылавший нежными чувствами к жительнице Запорожья. Романтическая история с криминальным душком началась с того, что зажиточный искусствовед из Австрии влюбился в запорожанку. Девушка ответила взаимностью и захотела свой бизнес. Иностранец был готов на все. Для покупки недвижимости в Запорожье для предпринимательской деятельности он обратился за помощью к некоему знакомому швейцарцу. А тот, сколотив группу из двух местных жителей, принялся обирать доверчивого инвестора. На покупку недвижимости, салона красоты и здания бывшего кинотеатра, которое затем мошенники с успехом переписали на себя и на якобы другие расходы, троица вытянула из австрийца 4 миллиона евро. К этому времени его любимая загадочным образом погибла во время поездки в одну из стран Ближнего Востока. Запорожские правоохранители, получив оперативную информацию о деятельности группы, задержали ее участников. Орджоникизовским районным судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания подстражей. В данное время ведется досудебное расследование. Выявляются новые другие эпизоды преступной деятельности подозреваемых. Задержанным инкриминируют мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Продолжение следует...